всем здарова друзья забегая наперед скажу что это самое эпичное видео с универом на моем канале продолжение всей истории будет на моем лайв канале после просмотра этого ролика обязательно подпишитесь на второй канал по ссылке в описании завтра там будет полная версия а сегодня как и обещал решил поехать в город где я учился и отснять материал для нового видео посетить общагу универ и показать вам все те эпичные места кстати я по пути зашел в больничку и сделал снимок головы потому 10000 лайков и новый ролик прям не заставит себя долго ждать приехал к университету смотрю а на его территории уже стоит церквушка честно никого не хочу оскорбить но как-то слишком близко церквушка подобралась поначалу было не совсем понятно что универ не работает но при входе меня встретил парниша который сообщил мне о том что в связи с ремонтными работами универ переехал в другой корпус ну переселивайся на чей корпус тут а ремонтные работают куда переселить а документ на лицевой да а какие вам в отдел кадровом или куда а прямо наверх пройти мне внутрь конечно надо было потому я придумал историю что я приехал за документами короче я отправился в отдел кадров но по пути понял что нельзя упустить возможность полазить по закрытому универу не каждый день представляется такая возможность вот еще бухгалтерию подойду до что что ничего не снимаю а тут запрещено снимать конечно почему а где я на двери надписи не увидел да да учился здесь для своего канала делаю видеоролик для чего становиться то ничего что думаете компромат какой-то делаю не не убеждение уровень бог и в принципе хорошо что барин остался на втором этаже а я спустился на первый и вальяжненько продвинул прогуливаться по универу университет вот но реально пустой за мной конечно типа пытается следить я все равно хочу пройти показать то что здесь вообще происходит а ты что вот эта атмосфера ты представляешь вот ты приходишь в университет когда никого нет это типа как будто 24 часовой челлендж там сидели на задних рядах такой знаешь сидишь скукота делать нечего этот преподаватель рассказывает какую-то такую туфту который тебе вообще в жизни не пригодится и ты сидишь и думаешь где его в этой жизни применил понимаешь думаю что не особо тут что-либо поменялось в этом университете понимаете как учились таки учиться как система образования была такой так скажем мягко говоря уникальный такой уникальный она собственно и осталась при сталине такой хуйни не было творчество студентов не запрещено дальше я еще побродил по другим корпусом нашел халявный вайфай у библиотеки и думал застримить но мой айфон как всегда отключился в самый неподходящий момент потому вскоре времени перейду на android подскажите в комментариях друзья какой смартфон лучше взять далее я прогулялся по блоку агрономического факультета и вот это кстати тот самый декан правда уже покойный который заходил с комендой ко мне в мою комнату чтобы меня наказать кто не видел смотрите предыдущие видео университет по правде величественные в плане размеров но атмосфера данного учебного заведения меня никогда не привлекала отучились мои одногруппники по пять лет а теперь стоят на кассе макдональдса вот честно со всего потока со ста трех человек по специальности работает всего лишь четыре вот вам друзья востребованность профессий и вот они жизненные реалии а в целом я совсем не против высшего образования но главное чтобы это образование приносило тебе как удовольствие в будущей работе так и финансы чтобы жить а не выживать вот деканат видите уже совсем другой дядька совсем другой вот деканат который собственно сегодня закрыт и он находится где-то на лесовом факультете универ я вам показал на восьмом этаже по моему а какой восьмой этаж это это чердак посмотрим с вас десять тысяч лайков видите ой на замки на все агро университета это над седьмым этажом получается вот я двери только дерг смотрю ни хера себе открыто тут по моему птенцы есть птенцы есть пацаны из бля прикиньте один умер твою мать ну блять и у меня ничего нету просто ничего нету и телефон разрядился бля вот это зрелище пиздец она конечно меня будет бояться у меня даже не съемок ни хера нет ты хоть вылетишь оттуда дорогуши все я понял пацаны она через дырку вылетает все блин пацаны я когда шел я даже не думал что мне так повезет сюда вообще проникнуть и посмотреть я даже когда учился пацаны поверьте а я был ай ай каким пацаном интересно я всегда хотел попасть куда-то новенькие места знаешь поглядеть чего как там вентиляционная камера номер 4 открыто видите тут все по камерам распределено но все не работает все отключено потому что нету ну ремонт идут и нет электричества провода видите в бетон заложены все абсолютно все друзья вот так мы и прогулялись в принципе по всему корпусу хороший видосик да такой седьмого этажа агро университета там еще поле футбольное видите дальше вот а там если пройти дальше вот туда я не знаю видно потому что я руку высовываю там моя общага и мы сейчас туда направимся блять хоть бы меня там с окна не увидели просто на изи понимаешь просто на изи не ну я этим не горжусь в принципе мне самому было интересно что там внутри ну и как любому студенту который забросил университет лет так до хера назад друзья ну чё было весело пойдем на выход в общагу кстати тачка пойдем пока блять сейчас покажу вам тачку вы такого еще не видели пацаны разработка житомирских каких-то профессоров тачка которая ездит на дровах прикинь не прикидываешь я сейчас покажу будешь в шоке короче смотрите друзья газ какой то там 53 или какой то короче вот там топка сейчас я вам так покажу внимательно вот она топка в которую закидываются дрова вот какой то механизм я честно никогда сам не понимал как она работает но она ездила я видел собственными глазами что это тачила ездила сейчас покажу с другой стороны да вот там топка видите закидываются туда дровишки или какой то уголь хер его знает она кстати была многофункциональная то есть она ездила как на топливе так и на углях еще на какой то короче херне так что друзья тачка на дровах а ты до сих пор думаешь что нету альтернативного вида топлива есть пацаны есть я ж хоть и не руфер но все же интересно что будет если я перелезу через забор посадят нахуй посадят пацаны видал как батя делает ветер все и у меня выходной главное что на ней порвать там виднеется общага буквально 50 метров осталось главное чтобы меня впустили а вот там смотрите я вам сейчас покажу вы охуеете просто пожарная лестница как забирался я тогда труба желтая газовая ты лезешь по трубе потом пытаешься за это окно потом сбираешься на эту лестницу и лезешь на пятый этаж окно ну что вы понимали прыгать от лестницы до окна ебать как дохуя я вот смотрю на это все и ну реально сука страшно то есть если ты падаешь то ты падаешь вот туда согнута сетка защитная смотрите кто-то ебанулся и походу сломал себе жопу в общем к чему веду то есть если бы я в тот день упал я бы сегодня это видео не снимал ой долбаем ой долбаем закрыта ПС администрации что блять а ну сейчас позвоню пацаны ебать давайте попробуем сойти с другой стороны может быть там с другой стороны есть еще вход и нас пустят на пятом живут сейчас люди? живут люди на пятом на пятом а именно до кого выйдете туда? на пятом зря заснабили дверь не надо подождите давай секунду я знаю я пойду с а по папу вообще ты что ж то вы тебя не видели не ключи не надо или там закрепляют как тут кстати живется нормально? не не тут такая я шел вытащить сниму такая тут ерня короче пиздец дышевая тоже внизу там да? работает еще нормально? да ну такая вот ну когда-то за девками там подсматривали там еще дырочки есть? не знаю пять минут и не вернусь ну хорошо держите ну хорошо поставлю вот это у вас ну типа хорошо это самое она ж меня тогда так не любила я в 2007 году жил там такое я сейчас вам расскажу изи просто так четвертый этаж смотрите жил я вот здесь на четвертом это уже когда меня выгнали я жил в этой комнате четыреста двадцать четвертый не знаю пацаны живут тут не не вспомните здорова парни здорова как делишки? потихоньку в 2007 тут жил думаю это не против если сниму? ну не против если конечно тут срать просто да не 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 выгнали меня понял в 2007 на первом курсе как тебя зовут? Сергей? Серега у меня рост охранник пустил коменда это тоже такая же она блять противная или нет? ну да пиздец какая она противная на вахте да? да 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 такая заходит а я сижу в одних трусах ходят они заходят типа нахуй меня выгонять короче ебать не ну вас я скажу вам пацаны тут пиздец у нас короче видишь вот это двери вот это мы постоянно ножами хуярили тут и прикинь один раз чувак заходит и мой это однокурсник вилкой нахуй в него как уебал ой блин а тараканов нету кстати? сейчас нету а ты приехал вот тут кровать такая стояла типа как двухспальная такая не было ее уже? такая с матрасом таким нормальным вот это я тут то же самое только у нас было один два три четыре пять восемь девять кроватей прикинь и жило там семь семь человек иногда там приезжали знаешь ну наши старшие там ну с работы влял пацаны аж аж ностальгии короче повеяло я учился на эколога ну выгнали меня ну как выгнали вот это ж нас тоже тогда поселили там короче пиздец спасибо тебе Серега мужик в натуре короче не постеснялся это так я сюда еле проник этому охраннику пару рублей дал он такой типа ну все давай давай типа заходи с тех пор блять ты посмотри какие двери ебать они короче хуярили тогда пиздец они тупо они тупо это еще наш замок прикинь тупо желейные так мы пробовали выбивать не выбивать я же говорю это это двери которые блять пережили все добро мужик да да хорошего всего тебе пока да ты что короче кухня кухня на которой раньше были другие плиты студенческие плиты они ну как бы это их нормальное состояние это даже я бы сказал чистая плита это а хуй inte чистая плита а этот вообще просто ну считай блестит понимаешь блестит и ну рака блин в ногу не могу это конечно жесть жестянка тут конечно просто блин я сейчас блюю, ну получается просто жестянка умывальники ну такие же и были то есть они не поменялись с того времени это уже считать 10 лет прошло ребята иду на жертвы показываю хуха я так переживал что я в общагу не попаду думал все уже все пропало вам скажу что тот же запах тот же запах пацаны смотрите какие двери похуярены смотри вмятины все вмятинах вот пятый этаж знаете что это на полу наверное вы не знаете это сигаретные бычки вот это кидают и он получается пропаливает линолеум и вот вот это такое случается с линолеумом вы прикиньте сколько здесь вообще человек курила и сколько тут было выкурен сигарет что пол вот такой вы не представляете в нашей комнате кстати грузья поменяли дверь вот она не знаю по моему никого нету в эту комнату походу я не попаду потому что ребята на учебе у нас тут вот такая движуха что вы понимали как я рассказывал этот мусор всех ну старшекурсники всегда унижали заставляли на первом курсе выносить ведро с мусором вот с пятого этажа а мусорники были аж вот там за тем гаражом прикинь вот это мои пока жили со мной сука хуй мусор выносили ни разу не выносили а потом когда я ушел пизда вот смотрите заставляли мыть умывальники заставляли мыть плиты заставляли мыть плитку зубными щетками драйвить вот этот пол короче тут ну реально такой пиздец творился я вам скажу тот кто не боялся старшекурсника поебало получить тот жил в масле а если тем более ему дать сдачи то вообще нихуя никогда не делал жил блять в красоте что вам сказать это неприятно здесь таким знаете вот сколько себе помню сколько жил всегда вот там бедность нищета никогда нету ни денег нихуя нет вот просто не жратвы хотя с другой стороны было в некоторых случаях относительно весело хотя не хотел бы я чтобы ощутили такое веселье на своей шкуре смотри кто-то как уебал кулаком смотри видишь вот такая жизнь тут было все пацаны не буду кричать уже снизу коммента постараюсь сейчас ее заснять от души от души спасибо благодарю вообще просто аж поешь 10 10 лет уже не был тут и давай всех благ тебе выбирать бабки решают господа бабки всегда блять решали и будут решать есть бабки все можно сделать нету бабосов пизда хотя я тебе скажу что для решения таких маленьких мелочных вопросов много и не надо понимаешь главное речевой аппарат иметь развитый вот и главное людям но относиться по-человечески ну давай братану решим с кем не бывает знаешь просто ненавязчиво люди к тебе потянутся и поймут вот видишь как мужик от души хотя грозный такой знаешь сначала показался очень хотел показаться да господа такая хуёвая хуёвая там атмосфера такая блять пропитана аж как-то но неприятно если честно неприятно я вам скажу что относительно я свое обещание выполнил я заснял видеоролики про универ и про общагу ну получилось так скажем но не так сочно как хотелось бы потому что и освещения знаешь не хватает и того и сего не может быть звук там некоторых моментах немножко подводит но тем не менее друзья я старался и надеюсь что вы это оцените поставите лука с этому видосу сделайте репостик себе на страницу так чтобы растена youtube продвигал ну и всех благ до скорого господа видите вот это общежитие вот это прямо это общежитие медколледжа или сейчас он называется по моему медицинский институт вот там центральном входе мы встретили с саней встретили этого бомжа ну точнее не бомжа а преступника этого и пошли двинули короче по этой улочке ну на поиски приключений так самое интересное вот мы сейчас я покажу сейчас мы дойдем туда мы прошли ну считай там 50 метров тут еще 50 метров и вот там в том месте я его уже начал пиздить то есть прикинь каким нужно быть ебаньком чтобы заебать человек ну реально за три минуты три минуты у меня так заебал что я уже там хуярил это у меня что выдержка была железная но это не точно вот прямо на этом месте я уже просто не выдерживает и начинаю вот тут хуярит и он получается убегает туда а мы выходим прямо прямо на бульвар туда и вот прямо вот там на бульваре он уже за нами гнался с пистолетом это было блять пиздец жестко чуваки это реально но как-то знаешь ты не ожидаешь что тебя сейчас могут блять пришить просто вот но оказалось что этот чувак действительно был малость так опасен не он понятное дело блять когда у тебя в руках ствол них уяси это не опасен но это не точно пойдем еще вот так друзья закончилась сегодня моя поездка надеюсь этот ролик вам понравился и если это так то с вас лайкос и подписан а с меня годнота и второй ролик на лайв канале ссылка на который в описании и сегодня я очень постараюсь застримить так что заходите всех благ вам друзья и до скорого до скорого